приветик всем привет привет из одессы у нас сегодня такая немножко пасмурная погода с утра моросил дождик но знаете так свежо не холодно но и не жарко потому что уже знаете когда было солнечно было немножко жарко и поэтому сегодня из-за того что нет жары мы займемся цеплянием шторм нашей беседки вот и сейчас конечно мы сашей будем их цеплять вот я их приготовила они с прошлого года готовы сейчас будем заниматься наведением красоты и вот уже начало есть саша цепляет потихонечку преображается наша беседка вот уже вырисовывается картинка сейчас саша там дальше цепит и все до чижик и будет у нас красота вот так и кукушках кукует а мы цепляем дальше это дружная компания сидят себе воркуют как голубочки да ну что а мы завершили ну что а теперь можно и посидеть кофе попить да вот в такой обстановочке ну можно конечно петухи поют солнце конечно спряталась но это не мешает нам посидеть отдохнуть что еще остается делать война войной а жизнь продолжается правильно такова жизнь ну что сделал дело было гуляй смело вот мы и сидим попиваем чаек и конечно сегодня погода прохладная да поэтому саша и воспользовался тем что прохладненько и не жарко и можно в общем сделать такие работы когда солнце здесь печет и не сильно поработаешь а сегодня как-то так свежо вот поэтому конечно погодка каждый раз меняется но но так это час-два и сразу может выглянуть солнце вот но главное что птички чирикают и пока тихо все прогнозу обещают к трем часам солнце так что солнце будет а пока пасмурно с утра у нас чай так что все хорошо ну что а сегодня я решила сделать десерт итальянский тирамису потому что когда мы были в румынии я там готовила этот прекрасный десерт мой муж конечно смотрел мои видео и ему тоже хотелось это попробовать и теперь когда я приехала домой я ему пообещала что я сделаю тирамису в общем я сегодня приступаю у меня есть савоярди у меня есть маскарпоне кофе вот я уже сделала она он уже остын и сливки сейчас буду взбивать с сахаром и потом добавлю маскарпоне рецепт у меня есть в прошлом видео когда в румынии делала поэтому там нормы сколько чего нужно есть в общем а я сейчас начинаю взбивать сливки с сахаром я уже взбила такие вот они получились и сейчас достаю маскарпоне знаете я люблю этот десерт он очень просто делается и конечно же я это делаю очень быстро единственное что нужно ждать чтобы он потом пропитался а вообще мне нравится когда без выпечки очень просто и легко и просто и сейчас я вот маскарпоне добавлю и можно просто перемешать но я немножечко конечно это дело все-таки взобью потому что потому что надо чтобы он хорошо перемешался поэтому сейчас слегка забьет ну вот уже в принципе в принципе уже крем наш такой вот густой перемешался и сейчас я его поставлю в холодильник а сама начну обмакивать печенье в кофе и буду формировать такой вот десерт в общем он быстро застывает и вкусный мне вообще очень нравится ну а я сейчас начинаю обмакивать печенье и быстро складывать помните что они очень быстро размокают поэтому будем стараться делать по одному быстренько и складывать вот таким образом с одной и с другой стороны вот в общем сейчас я так сделаю целый слой и потом крем ну вот один слой у меня печенье уже я выложила и сейчас намажу половина крема а потом еще второй слой и вторую половину крема и будет у нас тирамису готов так что вот так вот размазываем и поехали дальше так что сегодня у нас будет вот такой вот вкусный десерт но ему нужно еще часа четыре постоять и тогда можно уже будет его употреблять ну и второй слой конечно же тоже готов и сверху крем и потом кофе не кофе а какао присыпем и будет супер все заканчиваю мне очень нравится что знаете что это быстро и очень вкусно и очень красиво выглядит в общем и для гостей и для себя но на этот раз я делаю конечно же для мужа потому что я долго отсутствовала и он был лишен всяких вкусностей а там в румынии когда мы были я это все готовила и поэтому сейчас буду готовить все дома все вкусняшки да все замазала залила кремом а теперь у нас осталось только посыпать какао порошочка ну вот тирамису готов десерт для любимого мужа я тоже приготовила все а теперь в холодильник и будем потом есть решили еще работу одну сделать посмотрите у нас сосед вот сашин друг там наискосочек нарезал петрушку потому что она пошла в стрелы ну и пообещал нам петрушечки дать так сказать наборщик на супчик да ну и дал посмотрите сколько он дал ведро и еще сверху ведро и мы сидим перебираем на вот такие вот веточки и будет у нас свежая петрушечка а вторую половину я поставлю поставлю морозилку а еще такой маленький пучочек на рынке стоит 8 10 да 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 вот поэтому мы и перебираем так что у нас свежая петрушка да в общем перебираем дальше ну а наш тирамису уже пропитался прошло несколько часов и конечно и конечно он уже настоялся вот такой вот он красивый сбоку и сверху и сейчас конечно я отрежу для для любимого мужа и он сейчас у нас будет снимать пробу да сейчас оценим какая ты кудесница мастерство да вот такая прелесть итальянцам не повезло что ты родилась в италии да вот так вот так так что будешь пробовать буду ну что да его просто так не возьмешь это не наполеон и конечно это тирамису супер в общем приятного всем аппетита кто за столом и готовьте для своих любимых вот такую вкусняшечку люкс люкс саша очень доволен это божественно вот так